Инволюционная программа Остановимся теперь на моделях когнитивного старения. Ученые пытаются разрабатывать свои теории, в которых рассматривают механизм старения, причины старения. Наиболее известная теория – это теория неупотребления Хаукинса. Он считает, что интеллект в позднем возрасте снижается вследствие недостаточной тренировки. Известна модель последнего спада Климера. С его точки зрения интеллект в позднем возрасте снижается только в последние годы. То есть на протяжении старости он остается достаточно сохранным, и изменения происходят лишь в последнее время перед смертью. Как он говорит, интеллект пожилого человека свертывается. Также хорошо известна теория общего замедления Брингли, которая утверждает, что интеллект снижается вследствие замедления в передаче информации нейронами. И возрастает время реакции, которое нужно пожилому человеку для обработки этой информации. Наиболее известная когнитивная модель старения и принятая большинством исследователей – это модель селективной оптимизации с компенсацией Пола Балтеса. Пол Балтес разрабатывал идею о том, что интеллектуальная сфера пожилого человека поддерживается посредством механизма избирательной оптимизации и компенсации. То есть по мере осознания потери интеллекта происходит изменение умственной деятельности пожилого человека в трех направлениях. Прежде всего, это селекция, отбор тех заданий и тех занятий, с которыми пожилой человек справляется лучше всего. Второе направление – это оптимизация, то есть использование новых технологий, тщательная подготовка и увеличение объема практики. И третье направление – это компенсация. Когда задача превышает возможности, потенциал пожилого человека, она переструтуируется в целом. И данный атомтивный процесс Пол Балтес иллюстрирует с помощью следующего примера. Когда знаменитого пианиста Артура Рубинштейна, а он прожил 95 лет, спросили в одном телевизионном интервью, как ему удается сохранять такую виртуозную игру в преклонном возрасте, то он перечислил три стратегии. Он говорил о том, что он теперь начинает исполнять меньше по объему отрывки музыкальных произведений, и в этом проявляется селекция, что он часто повторяет каждый отрывок во время репетиции, то есть больше отводит время на репетицию, и это пример оптимизации. И в-третьих, он замедляет темп игры перед быстрыми отрывками, и поэтому создается впечатление, что он исполняет произведение быстрее, чем это было на самом деле. То есть это пример компенсации. Пол Балтес делает вывод о том, что, осознавая свои объективные и субъективные когнитивные нарушения, а также изменение баланса выгод и потерь, пожилые люди реорганизуют и приспосабливаются к внешним условиям жизни, собственные ощущения. И такая реорганизация, по мнению Балтеса, она объясняет, почему у большинства пожилых людей не происходит значительного ощущения собственного субъективного благополучия и контроля над собственной личностью. И данные очень многих других исследований, они согласуются с точки зрения Пола Балтеса. Здесь можно привести пример, что такие факторы, как хорошее образование, поддержание высокого уровня активности, помогают человеку компенсировать и свести к минимуму некоторые аспекты нарушения когнитивной деятельности в очень позднем возрасте. В когнитивной сфере мы можем наблюдать явление Витоукта. Мы говорили с вами об этом явлении, когда рассматривали биологические аспекты. Это явление было открыто Фролькисом. Это появление приспособительных механизмов в стареющем организме пожилого человека, которые помогают сохранить функции и продлить жизнь пожилого человека. Вот подобное явление Витоукта мы видим в когнитивной сфере. Ослабление одних функций, когнитивных, способствует формированию приспособительных систем, позволяющих компенсировать эти деструктивные явления. И центральным механизмом когнитивной компенсации и развития старости является вербальный интеллект. Речи-мыслительные функции, они противостоят общему процессу старения и сами ухудшаются позже всех остальных. То есть речь у пожилого человека, она остается сохранной в достаточно глубоком возрасте. Здесь также можно привести пример вот этого Витоукта. Допустим, слабеющая непроизвольная память, она компенсируется богатой ассоциативной памятью или навыками записывать. Или недостаточное распределение внимания восполняется его повышенной переключаемостью.